Всем привет! Сегодня будет ремонт вот такого штатива с помощью 3D принтера. Покажу основные этапы моделирования в программе Fusion 360 и посмотрим, что из этого получится. Если интересно, смотрите дальше. Итак, поломка была в следующем. Части телескопической ножки выскочили из фиксатора и обратно уже не вставлялись. Нужно вытащить секции друг из друга. Пришлось немного отогнуть отверткой. Деформировались тонкие пластиковые детали. Одна из них служит ограничителем, не дающим секциям выскакивать друг из друга. А другая играет роль направляющей, внутри которой передвигается ножка штатива. Потом поймёте, как это работает. Вот эту часть я назвал фиксатором или ограничителем. В этом штативе установлены эксцентриковые зажимы. Эта белая колодка прижимает секцию в любом положении и не даёт ей двигаться. Также необходимо разобрать сам замок. Понадобятся тиски или струбцины, чтобы выпрессовать ось петли. После извлечения оси разбираем всё на составные части. Далее я ровно сфотографировал профиль. Открываем Fusion 360 и добавляем канву. И конечно выбираем необходимую нам плоскость. У меня подложка уже добавлена и я просто её включу. Выполняем калибровку размера. Измеряем деталь и указываем расстояние между двумя крайними точками. Для удобства сначала лучше начертить две осевые линии, перпендикулярные друг к другу. При помощи инструментов линия и дуга обвёл профиль с правой стороны. Эскиз немного больше получился, так как реальный размер профиля на краю оказался чуть меньше, чем в других точках измерения. Размеры подбирались экспериментально. Затем выбрал все линии и отразил при помощи инструмента Mirror. Для этого необходима конструкционная осевая линия, относительно которой будет произведено отражение объектов. Отмечу, что все линии касательны друг к другу. Далее я сделал отступ внутрь инструментом Offset, равный толщине профиля. Наружу делаем отступ 0,35 мм, это будет зазор между ножкой и деталью. Лучше начинать моделирование с малого профиля, так как инструмент Offset почему-то заостряет углы. Толщину самой детали я сделал равной 0,43 мм, так как при меньших размерах слайсер делал пропуски. Зазор между профилем и деталью я сделал 0,35 мм, так как сопряженные части должны свободно передвигаться и такое расстояние оптимально. При помощи инструмента Extrude я создал сам профиль телескопической ноги. Далее сделал фиксатор. Затем при помощи инструмента Offset Plane в меню Construct создадим плоскость, параллельную плоскости XZ и касательную к профилю. На ней начертим эскиз для будущего отверстия и выступающей части фиксатора. Далее вырежем два отверстия в профиле и сделаем выступ на фиксаторе. Направление нужно выбрать в обе стороны. С одной стороны выбираем дистанцию, а с другой объект, до которого выдавливать. Для создания второго выступа нужно начертить на нижней плоскости похожий эскиз и выдавить. Чтобы сделать прорезь как на оригинальной детали, создаем эскиз на торце фиксатора. Это просто две линии. Затем вырезать. Немного сглажу выступы инструментом Fillet. Вторая деталь тоже делается довольно просто. Небольшое расширение с краю и два выреза. Потом я скопировал основной эскиз и уменьшил его масштаб, чтобы не потерять пропорцию. Изменить масштаб можно в пункте меню Sketch, инструмент называется Sketch Scale. Здесь указывается коэффициент масштабирования. Единица это 100%, 0,90 это 90% от оригинального эскиза, а 1,1 это 110% и так далее. В данном случае масштаб пришлось подбирать опытным путем, чтобы он соответствовал размеру профиля. С уменьшенными деталями процесс моделирования такой же. Ссылку на 3D модели оставлю в описании к видео, вдруг кому-то пригодится. Кстати, я создал свою страничку на Thingiverse и буду выкладывать туда свои 3D модели, заходите. Давайте перейдем к распечатанным моделям. Детали получились замечательно. Почти как оригинальные. Печатал Пла пластиком со стандартными настройками. Так как толщина стенок всего один слой и детали очень хрупкие, то лучше температуру задать повыше. Будет лучше адгезия между слоями. Например, 210 для Пла и 250 для АБС. Кстати, АБС можно обработать ацетоном. Но мне кажется, самым оптимальным будет печатать из пластика Pg. Если аккуратно пользоваться, то детали должны прослужить долго. Давайте все это соберем. Насаживаем слайдер и фиксатор на секцию. Вставляем в другую секцию. Затем вставляем зажим. Кладем колодку и запрессовываем ось петли. Лучше для этого использовать металлическую струбцину или тиски. Также поступаем с другим соединением. Скажу пару слов о штативе. В целом штатив неплохой. Очень высокий, быстро разбирается и собирается. Кроме этих деталей ничего не сломалось. Я его брал с большой скидкой, а сейчас он стоит больше 3000 рублей. Я считаю, что за такие деньги можно взять что-то получше. В любом случае ссылку на него и другие штативы оставлю в описании. Все готово. Ну что, проверим в работе? В крайних точках немного туговато двигается, но меня устраивает. Теперь штатив полностью роботоспособен. Вот для сравнения покажу, как работают телескопические ножки с родными деталями. Тут все двигается очень свободно. Вообще, я очень доволен сделанной работой. Надеюсь, вам это было интересно. Пожалуй, на сегодня все. Всем удачи, пока.